Привет, дорогие друзья! Мы в городе Краснодар, а это парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы. А знаете, чем особенен этот парк? Есть в этом парке один уникальный экспонат. Настолько уникальный, что такого нету ни в одном другом парке, я думаю, нигде. Я не буду говорить, что именно это такое. Я предлагаю вам посмотреть это видео и увидеть это своими глазами. Итак, смотрим. Кстати, мне очень интересно, что вообще было за этим забором. Я вообще не понял, для чего этот забор. Там вроде бы кроме зарослей ничего нету. Какие-то вроде бы фонари еще стоят. Но кроме зарослей ничего не видно. Может кто-то из местных мне расскажет, что там раньше было. Наверное, что-то там раньше было. А вот, кстати, и вход в место, которое находится за забором. Может оно вовсе и не заброшенное. Кто знает, напишите, пожалуйста, что это вообще такое. Что там находится. А вот здесь находится выставочный зал боевой славы, который я показывал в предыдущем видео. Кому интересно, можете посмотреть по ссылке. Тут выглядит уже все очень уютненько и симпатично. Карусельки. А тут вдалеке я увидел пожарную машину. Я скажу так. Думаю, мужики, которые смотрят это видео, меня поймут. А для дам я скажу следующее. Не важно, сколько мужчине лет. Он все равно остается в душе ребенком. Поэтому, когда я увидел эту пожарную машину, я сразу же захотел к ней подойти и рассмотреть ее поближе. Что может быть лучше, чем красная пожарная машина? Вот она уже. Отхожу. Да, парк, конечно, ухоженный. Это факт. Людей много, как для буднего дня утра. Мне еще нравятся это женщины, молодые мамы с колясками. Вот как-то вот у нас, вот все, кто смотрел мои видео, вы хоть раз видели молодую маму с коляской? Вот хоть на одном моем видео. Я вот сколько хожу по городу, но очень редко я могу что-либо подобное увидеть. Мамочку с коляской. Редко, правда, редко. Так, тут написано, в честь огнеборцев Кубани возгнаменование столетия советской пожарной охраны. Такая классная пожарная машина тут стоит. Дизельно крутая. Класс. Очень круто выглядит. И все-таки, какой бы классной ни была эта машина, не она является эксклюзивной и особенной фишкой этого парка. А что особенного в нем, мы увидим дальше. Хочу еще сказать, что этот парк очень сильно отличается. Наверное, вы уже смотрели меня на канале. Парк Галицкого, Краснодар, в городе Краснодар. Он очень вычурный, очень красивый, необычный. Этот парк кажется гораздо проще, но по-своему мне чем-то он понравился даже больше. Какой-то, не знаю, что ли, свой он какой-то родной, простой. Мне понравилось. Еще я поймал себя на мысли, что я хотел бы, чтобы именно так выглядели парки в моем городе. Парк Гобы, он же Чкалова, парк Шевченко и даже Зеленый Гай. Ухоженные, красивые, простые по-своему и при этом очень душевные, как этот. Так, написано город-герой. А, города-герои. Москва, Ленинград, Сталининград, Киев, Минск, Новороссийск, Керчь, Мурманск, Тула, Севастополь, Одесса, крепость Брест, Смоленск. На погибших. А вот сейчас мы как раз и вышли к месту, где находится военная техника музея боевой славы. Я его сделал отдельным видео на канале. Поэтому сейчас мы не будем здесь гулять, но вы можете посмотреть видео. Помимо техники я рассказал, что происходит сейчас на Украине и мне кажется, вам будет интересно. Также работники музея разрешили мне снимать внутри и я тоже покажу еще одним отдельным видео, как выглядят, какие экспонаты есть внутри павильона. Добавлю, все, что происходит, это история. И, наверное, события на Украине сейчас, это тоже история. Я думаю, что стоит посмотреть это видео и услышать то, что я рассказал касательно последних событий. Ну, а давайте продолжим нашу прогулку. Хотел еще добавить, что здешняя природа – это что-то с чем-то. Тут шел по улице сосны, шел по улице во дворах на ужайке росли бананы, вот березы, вот растет береза, а шел там между дворами росли и сосны, и бананы. Бананы, друзья. Да, вот березы, там бананы, тут сосны, тут... Мне кажется, вот такое здесь место, что здесь что, не посади кактус, кактус будет расти. Береза, береза будет расти. Что там, не знаю, ель-то? Пожалуйста. И даже если баубаб посадить, он тоже будет расти. Кстати, один растет. Вот как раз-таки в парке Галицкого есть самый настоящий баубаб. Да, под куполом, но растет же, растет. Есть, есть, так что все честно. В этой земле может расти все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну а сейчас мы приближаемся к самому интересному месту в парке, где находится штука, ну скажем так, штука, которую, ну совсем не ожидаешь увидеть ни в каком парке. Тут находится подводная лодка. Да, самая настоящая, вы не ослышались, подводная лодка, к которой мы вскоре сейчас подойдем. М-20261. Мина броса 1908-1939 года. Это торпеда, походу. Да, это торпеда. Что написано? Так, а это 530-миллиметровая парогазовая торпеда. Краснодар под флагом МВС. МВФ. Вон подводная лодка. Минный защитник. Блин, как же ее сюда привезли ту. Ничего себе. Это ж надо было привезти ту. Вот это да. Папа, а вот это уже привезли, папа? Папа, вот оно уже привезли? Не надо. Почти. Папа, вот это уже привезли. Я не люблю. Вообще, конечно, она просто огромная. Да. Силение. Огромнейшая такая. Такая махина. Ничего себе. Вы когда-нибудь видели парк, где есть подводная лодка? Я не видел. Ой. Жалко, конечно, на таком состоянии местами. Видно, что ее красят, за ней ухаживают, как могут. Но банально внутри, конечно, все не очень хорошо, потому что вода заливает туда. Это, к сожалению, малая, многоцелевая дизельная подводка. Лодка М261. Она 1954 года. Ну вот, кому интересно, можете почитать. Такой вот вид спереди. Ну все, друзья, на этом буду заканчивать это видео. Надеюсь, вам было интересно. Если интересно было, поставьте лайк, пожалуйста. И давайте до скорых встреч. Пока. Субтитры создал DimaTorzok